В Томском политехническом университете готовят к клиническим испытаниям саморастворяемые импланты. Результаты предыдущих экспериментов уже показали эффективность разработок, говорят ученые. Эти импланты, которые через некоторое время, по сути, встраиваются в кость, шанс для пациентов с тяжелыми травмами лица и для онкобольных. О новом слове в трансплантологии наш корреспондент из Томской области Татьяна Салимова. Полтора часа и новый имплантат готов. Пока аналогичные цилиндры вшивали только животным. Это была стадия доклинических испытаний, которые в частности проводились в Российском научном центре имени академика Елизарова в Кургане. Подобные изделия предназначены для того, чтобы заживлять перелом. То есть формально у нас есть переломная кость. Вместе с переломом мы можем заживить вот этот цилиндр. И он, собственно, будет зарастать. А напечатанные пластины – часть другого композитного импланта, но уже для челюстно-лицевой хирургии. Это своеобразные заплатки для черепа, говорят ученые. Готовый образец состоит из металлической сетки арматуры и двух полимерных пластин, которые за несколько лет после операции полностью рассасываются. На их месте образуется новая костная ткань. И в этом уникальность разработки. Процесс занимает до двух лет, но ранние стадии, их видно уже, наши исследования показывают, через 3-4 недели. Мы показали, что примерно 90% имплантанта может заместиться собственными тканями. И только 10% останется, что называется, в первозданном виде. За рубежом процентное соотношение обратное. В Томской лаборатории разработали и свой инновационный подход к используемому металлу – чистому титану. На образцы наносят кольце фосфатное покрытие. Образует новую кость – костная клетка. Значит, она подходит к покрытию, узнает свое родное, да и начинает откладывать кость. При этом имплантанты приживаются. Электроспиннинг – еще одна технология создания саморастворяемых имплантатов, только уже для артериальных сосудов. Каждый образец состоит из миллиардов очень тонких, но пористых нитей. Это забедренные ножки, тоже покрытый кольце фосфаза. Биодеградируемые имплантаты ждет стадия ограниченных клинических испытаний. Первыми станут пациенты, которым традиционные методы восстановления не помогли, но только с личного согласия. Готовность проекта подтвердил столичный партнер ВУЗа. Татьяна Салимова, Алина Штарк, Владимир Ощепков. Новости здесь. Томск.